Майкл, скажите, пожалуйста, если мы говорим с точки зрения нумерологии, существует ли код болезни? То есть можем ли мы сейчас видеть, что такой код действительно появляется? Что могло бы говорить тоже о её возникновении? Ну, вопрос очень хороший. Во-первых, мы должны понимать, что такое код. Код – это какая-то энергия, которая нас приводит к чему-то. Потому что наша вся жизнь – это энергия. Не потому что сердце тоже бьётся по какой-то причине, правильно? Даётся ему энергия сердцу. Поэтому остановка сердца не означает о том, что энергия не может исчезнуть. Она всё равно существует. Но это уже называется тонкий, к примеру. Это просто, к примеру, энергия. Поэтому код болезни – да. Потому что если мы возьмём слово «болезнь» или «десейз», допустим, по-английски, или как-то по-другому, на другом языке, и трансформируем это в численное выражение, а код – это и есть число, да, какое-то выражение, да, и вообще-то говоря, числа не врут, как мы знаем, да, и это говорили древние, в общем-то, учёные, очень известные учёные на Земле, о том, что числа не врут, да, это единственное то, что существует и которое можно доказать, математика, ну, не современная, допустим, а та, которая была раньше. Поэтому коды, да, они существуют. Более того, я вчера выпустил программу, я нашёл ещё один, то есть я добавляю всё время, да, вот эта программа была, вот видите, называется вот «Болезнь», да, а «Манки Пакс» или «Эта болезнь», ну, не все, наверное, видели, поскольку эта программа была уже довольно позднее время, я имею в виду, для времени европейского, поэтому, может, не все видели, там не так много просмотров, там нет слова «предсказания», поэтому просмотров мало, вот, но она называется «Манки Пакс» или «Обезьянная оспа», и она называется «Designated Survivor», это «Предсказание», это просто удивительно, я смотрел давно этот сериал, допустим, почему там играет один из моих, так сказать, актёров, за которыми я наблюдаю, Кефир Сезерленд, вот, и я его начал пересматривать, что-то меня сподвигло пересмотреть ещё, и я увидел такое количество, ну, как бы, программ, не знаю, как это назвать, которые в 16-м году вышел фильм, я об этом уже не один раз сказал, но которые сегодня актуальны, в 24-м году, да, вот, и вчера я выпустил ещё одну программу, добавил, да, вот «Манки Пакс», я не буду сейчас рассказывать, посмотрите эту программу, она 20 минут всего времени занимает, но это всё коды, вот это вот, вопрос, вот это всё коды в различных системах, которые, конечно же, нам неизвестны, но мне это нравится, я с детства был в цифрах, в числах, когда-то меня отец приучил, я уже там 6 лет складывал, прибавлял, и очень даже хорошо разбирался всяких этих, и на Олимпиадах, кстати, не сильно, конечно, я там, у меня больше, так сказать, мыслительные процессы были, вот, я тоже участвовал в каких-то, да, не только в школьных, даже повыше, вот, и вот здесь я, вот здесь показан болезнь, которая в этом фильме называется, вот в этом фильме, ну, сериале, называется «H7N9», так её назвали, я не знаю, почему так её назвали, но когда я её ввёл сюда через коды, то я получил огромное соответствие с «Monkey Pax», то есть получается что? Получается код какой-то болезни, и данных об этой болезни, он, оказывается, существует, и где-то он есть, то есть где-то эта болезнь, они уже есть, этим можно объяснить то, что болезни-то нету, про неё же никто не знает, но очень малое количество людей, но я потом показал о том, что существует, давайте я даже сейчас покажу, поскольку это очень интересно, и любой человек, в принципе, может посмотреть, сейчас я перепостаю ссылочку дам, потому что я в этой программе не могу её показать, но вот смотрите, да, вот давайте посмотрим с вами вместе, этого мало кто знает, вот видите, видно, да, картинка? Да, 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 да. Вот, это называется Johns Hopkins University, вот этот Johns Hopkins University, это был единственный, считался самым главным, и самым достоверным, но это вопрос такой, достоверный ли, источником информации по предыдущей пандемии, где было абсолютно, ну вот прямо вот берёшь страну, кликаешь на неё, и там количество случаев, заболеваний, количество людей, которых уже нету, да, количество прививок там и так далее, ну имеется в виду вакцин, которые есть, то есть очень необъективная информация, это очень известный, ещё раз, университет в мире, не в Соединённом Санкт-Петербурге, в мире, и это самая, ещё раз, достоверная информация, так считается ещё раз, во многих источниках, да, и вот здесь написано, вот из Монки Пакс, то есть этой болезни, ну, наверное, 90% людей в мире понятия не имеют об этой болезни, а если есть, то это в Африка, так если это Африка, тогда почему в американском очень уважаемом университете прямым текстом это написано, вот из Монки Пакс, видите, то есть здесь, я вчера об этом показал и перевёл это всё, да, то есть развитие вот этой обезьянной оспы, да, какая, у нас обезьян нету, люди говорят, какие обезьяны, то есть у нас нету оспы, это знаете как, это как страус, раньше то же самое говорила, говорили люди по поводу ковида, да, а расскажите, а почему сегодня резкое увеличение случаев ковида, да, у меня знакомых полно, которые заболели ковидом, сейчас, когда уже вроде бы и пандемии нету, и уже вроде бы все ограничения сняты, да, а люди почему-то заболевают, является ли это ковидом вопрос, это риторический вопрос, но, может, это не ковид, а может, это какая-то, скажем, другой грипп, птичий, да, почему он птичий, он только что, у птиц или как, или птицы-переносчики, да, это всё очень и очень сложный вопрос.